Нет и мегафона, у нас здесь просто встреча, мы не проводим публичные мероприятия, здесь просто встреча граждан, к сожалению, мегафонов, по сути, использовать нельзя. Власть не позаботилась, как мы видим, о том, чтобы вы, например, спокойно могли бы общаться и слышать друг друга, слышать тех, кто здесь выступает. Я бы хотел вкратце сказать о той проблеме, которая на самом деле существует вот с этой зеленой зоной. Об этой проблеме нам стало известно фактически с 2014 года. Вы, жители вот этого дома, поднимали, и мы слышали это еще на встречах с избирателями, когда проводили свою избирательную кампанию, если кто в курсе, я баллотировался в том числе в депутаты городской думы по этим округам. Данной проблемой дальше всерьез мы занялись в 2015 году, когда стали изучать соблюдение градостроительных норм в городе Вологде. Вот этот район, который вы видите и все прекрасно знаете, застроенный по нечетной стороне улицы Фрезиновской, представляет собой, по сути, каменные джунгли. Здесь построен огромный конгломерат, без всяких детских садов, без школ, без нормального наличия парковок, в недостаточное количество зеленых зон, даже простых территорий зеленых зон. Здесь, конечно, есть представитель администрации архитектуры, он как раз ответит, наверное, на эти вопросы, почему здесь допущена такая вакханалия. Но результат таков, что она есть. И начиная с 2015 года, вот активно Ольга Смирнова, представляющая настоящее движение, настоящее Вологда градозащитное движение вместе, мы поднимали активно вопросы того, что вот здесь оставшиеся, по сути, две зеленые зоны, вот между домами 26 и 32 по Карла Маркса, а также вот там, в конце, на углу Хризиновской и Карла Маркса, единственный, по сути, оставшийся кусок в 2,5 гектара, нужно превращать в зеленые парковые зоны. Ничего другого нам, по сути, не дано, потому что если здесь построят еще 3 9-этажных дома примерно на 500 квартир, вы представляете, что здесь будет еще примерно 1200-1500, как минимум, жителей. С учетом того, что это планируется для переселения из ветхого аварийного жилья, по той программе, которую администрация города Вологда задумала, плотность жилья здесь, возможно, будет даже больше, чем 1500 на эти примерно там 500 квартир. Это действительно ужас, как вы, и мы об этом ужасе говорим. Мы собирали подписи за создание зеленых зон практически летом и в сентябре 2015 года. В октябре мы их сдали в городскую думу. Городская дума ответила отказом в проведении публичных слушаний по формальным основаниям. По сути дела, считаем, докопавшись до того, что данные не были собраны с паспортными данными. То есть все, кто подписывался за эти зеленые зоны, оказалось, что недостаточно вашего адреса. Хорошо, мы подняли вопрос дальше и вынесли вопрос 17 декабря на публичные слушания, проведенные по инициативе главы, это по изменению правил землепользования и застройки. Администрация города Вологды, нагнав огромное количество представителей водоканала, теплосетей, представителей администрации города Вологды, голосовала против изменений, то есть против создания здесь парковой зоны. То есть им было известно прекрасно, что вот этот участок с окончанием 76-го года был против. Даже главный архитектор города Вологды голосовал против создания здесь парка. 17 декабря на слушаниях. Вот если бы на самом деле все эти люди, вот вы здесь, пришли бы тогда на эти слушания, удалось бы победить, потому что по сути на слушаниях было 300 человек, 158 человек, где-то 160 от администрации, примерно 110 человек там были от граждан, которые представляли. Было несколько еще людей, которые не понимали ту другую сторону, сомневались. То есть по сути за эту зону можно было проголосовать уже тогда. Сейчас с нами вновь собраны подписи. Вновь внесены в городскую думу, будут вноситься в городскую думу в ближайшие дни. Но, к сожалению, вот сейчас мы уже узнали, что данный участок в январе был отправлен на контракт. И в феврале состоялся конкурс. Причем самое, что интересно, с единственным участником этот конкурс на 572 миллиона рублей на строительство жилья взамен ветховарийного. Вот только представьте, полмиллиарда рублей на конкурсе разыгрывают, и почему-то один участник. В условиях экономического кризиса, когда все застройщики сидят без работы. Это вопрос конкурсу, который мы, например, движение вместе сейчас будем изучать. Вот мы его сегодня нашли, и вопросы в УПА, в прокуратуру, мы будем проводить проверку и делать. Что, по сути, нужно сейчас от граждан, как я считаю? От граждан сейчас нужно активное сопротивление тому, чтобы здесь в очередной раз устроили застройку и окончательно превратили вот этот квадрат, огромный квадрат Дальней, Северной и Фрезиновской, и дальше, да, что там, по границе того района, в огромную каменную джунгли. По сути, допустить этого нельзя. Все мы знаем, какая сейчас нагрузка здесь, и детский сад, наверное, даже новый не спасает, и детские сады. Мы знаем, какая нагрузка идет на школы. Допускать здесь любое капитальное строительство девятиэтажных домов нельзя. И наша задача, ваша, по сути дела, задача, заставить администрацию эти решения отменить. Это не так просто. Но только ваше желание, ваши силы. Все отменяется. Если вы знаете, у нас есть опыт, если вы слышите, читает, может, кто-то газет и движение вместе. В Лосте точно так же был государственный контракт заключен. Губернатор лично отменил этот государственный контракт после того, как 500 жителей Лоста вышли на митинг. Они заставили власть отменить решение как раз по уничтожению зеленой зоны вблизи своих домов. Это точно так же в ваших силах заставить власть отменить этот контракт, заставить власть принять решение здесь сделать зеленую зону. Я считаю, что наш опыт, который у нас есть, ваша твердость, ваше желание, чтобы здесь был парк, и мы все можем добиться. Поэтому я думаю, что здесь выступят еще другие выступающие. Если будут вопросы, мы можем поговорить об этом еще дополнительно. Если вы что-то будете задавать, я скажу что-то еще. Сейчас, я думаю, Ольга скажет, кто и следующий будет. А, сразу вопрос, да. Вы задаваете, может быть архитектура города? Здесь есть представитель архитектуры города, он здесь есть. Мы задавали, смотрите, вот мы 12 декабря проводили митинг. В одной из резолюций митинга мы задавали в том числе вопросы законодательному собранию области, городской думе, прокуратуре. Мы задавали вопросы главе города Вологды, архитектуре в том числе. Почему здесь не делается парк? Еще раз говорю, всем ответам администрации после всего 2015 года, когда мы собрали 500 подписей, когда на слушание пришло 110 человек проголосовать, когда огромное количество людей на митинг вышло для того, чтобы поддержать парк, ответом администрации и архитектуры стало вынесение этого участка на конкурс и проведение конкурса под застройку, чтобы вы сразу поняли, как администрация относится к вашему мнению и к желанию здесь у нее сделать парк. Ответили, что здесь планируется застройка многоэтажными домами. Но у нас будет Ольга Слепова, у нее есть вся переписка, она еще, думаю, скажет дополнительную. Если планировалось одно, почему перепланируют? Нам же обещали, что у нас прудо благородят, что здесь будет парк. На этом месте обещали бассейн построить, а три года назад. Да, 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 да. Рядом, колодок. Рядом, колодок. Рядом, колодок.